Nature's Profit против, точнее, Nature's Profit, Viper против Skyward's Mag'а и второй пик от команды Albus. Так, ну и так, кстати, бан у нас тоже достаточно интересные, потому что у нас здесь Profit, Razor, Void и Brewmaster. Такие вот персонажи. Да, ты пока говори, я тут буду пытаться разобраться, что за ужасные такие додосы, почему стрим до сих пор не работает. У меня, кстати, лаунж ещё упал почему-то. Лаунж падает из-за того, что плеер, вроде как, присоединён к нему, и из-за этого падает всё вместе. Вот. Вот такие пирожки у нас бывают, да, и мы забыли сказать, что Hellraiser сыграет против команды Albus. И опять же, мы видим кучу стендинов. Кстати, тебя дезинформируют, стрим работает. Да? Да, на самом сайте SFX, где вот стрим загрузился, что всё работает. Ну, видишь, он периодически то падает, то поднимается. Ладно, в принципе, не суть записи, во всяком случае идёт, это меня радует. Главное, чтобы я не забыл её потом установить и заново запустить. Потому что, как бы, не хочется нарезать всё это дело. Ну, ладно, надеюсь, у нас додосов таких жёстких не будет. Будем смотреть прекраснейшую катку, ну и пока что по коэффициентам 60 на 9, 31% в пользу Albus. Да, кстати, тоже удивился. Но, кстати, я опять обрадовался, что Hellraiser берут фуриона. Дайв-ин опять на нём будет исполнять. Хорошие вещи. Я, конечно же, надеюсь на это. Вот. Ну, знаешь, мне кажется, Albus такая довольно-таки новая команда, которая, в принципе, может играть. И, по-моему, стату я смотрел, там вроде бы 3 на 0, что у них было. Это на Ярде, да? По-моему, да, на Ярде. То есть, не помню именно, где я статистику смотрел. Вот. Ну, такая стата имелась. Ну и также они забирают вторым пиком ЦВ себе. И банят Леорика с Легионом сразу же. Ага. Ленион Командер в бане. Вообще, я его не ожидал увидеть. Не, ну и тоже как вариант. Слушай, зайди, пожалуйста, на Dota 2 лаунж, посмотри, у тебя работает ли там стрим. Сейчас обновлю. Потому что я тыкаю-тыкаю, у меня уже откуда-то запись появилась на канале. То есть... Видимо, он упал, а встал у тебя снова. Да, у англоязычного стримера, я смотрю, так же все это дело падает. Постоянно. Потому что я тоже запишу. Да, вот, дай, нашу пау, и с фрикции. Лаунж тоже не хочет. Так же в бан отправляется не рано. От альбумсов. Мне поражает, пока у нас была вот эта вот пауза. Ребят ждали, после этого, по-моему, Dreads, что ли, заходил. Вот. Многие фанаты HeadRiders очень не любят эту платформу. Мол, она лагает, мол, и так далее. Ну, ребят, никто не виноват, что есть такие морально деградирующие люди, которые любят додосить, срывать нам игры. И, кстати, так же банится он с Медузой и берет на Шейкер. Хлорайзер Сэмит. Terror Blade. Terror Blade ответить. Ну, что ты скажешь по этому поводу? Имба. Ну, мы, помнишь, видели с тобой игру, где Terror Blade проигрывал, проигрывал начало, его отпустили на 15 минут, и он вышел и разбил 7 лица. Да, он просто-напросто влез, он даже туда ушел на какое-то время. Да, он влез, и мы еще не ругались. Вот, фармит, там, Медас и нажимаю. Да-да-да, подскажите им, как Меда связать. Так, наш сайт встал, 451 человек. Все, вроде бы он все распакал. Слушай, мне кажется, сейчас у нас будет туда-сюда и там. Да, ну то, что кажется, есть сразу же Леон. Потому что, опять же, я обновил ДТЛаунж, там сервер с Innovable написано. Интересно, Viper куда пойдет, на мид или все-таки будет фармить? Вайпер, мне кажется, может пойти пофармить, почему бы нет, Фурион. Хотя, Фурион сложный, если только так. Ну, Фурион 100% будет сложно. Трипла, ну и мидер, по сути дела, должен быть. Хотя, можно взять какому-нибудь фармилу. Может быть, даже дома, почему бы нет. Заткнул кого-нибудь, того же Торор Блэйда. И ничего не провязал. Ладно, лишнее, наверное, говорить не буду. Потому что, опять же, у нас комментарии пособятся, что комментаторы ничего не знают. Я уже это увидел на нашем ютуб-канале. Комментаторы ничего не знают. Что ж поделать? Тима плохие комментаторы. Ладно. А кто, если не мы, правильно? Да, кто, если не мы? Нет, там должен был, кстати, Тима, по-моему, комментировать. Он игру убрал, но мы перехватили ее. Ждем четвертый пик. Кстати, у нас резервное время почти закончилось. Двадцать секунд остается. Ребята подзадумались немножко. Двадцать секунд. Принц, убил его. Двадцать секунд. Двадцать секунд остается. Двадцать секунд остается. ворион сейчас будет получать скорее всего по лицу потому что если у нас пойдет с кверсмак тираж блэд и тренд это очень больно там три за медла представь там всеми тебе летит болт тирбает еще в лицу дает причем при женстве маленькую еще и с иллюзиями в общем об этом можно говорить вечно кто какой убийцы надо чтобы они вспомнили и слаг вполне возможно что это медовый створк но скорее всего пойдет на кире то что вайпер получше это стоит ну ладно кто у нас будет стоять в виду у альбом может быть какой-нибудь и разов армешка да вы тоже хочу сказать так вам можно еще не знала на что ли заберите если будет она это плейп отца будет очень высокий на начало они могут проиграть то что-то ровно и нужно хотя бы на фармить неплохо я хотя бы дайгер вынесет нет была на и будет гораздо площадь на спрячется мил там рефракшн юзинг ну скажи давай перу которых тебя плюнет и вообще мы не ожидал не скажите этим спортом который поставит центре и выжжет дофи и да там прикольно пути а будет минус броня но такой тоже как ватники персонаж там подойдет ли он чик даст ему станут на вот его палец и он в принципе умрет ладно давай я представлю хеллрайзерс и начнем мы с артайла который играет на шейкере дред на леоне как-то вам говорил фурион диван да фурион диван вайпер это nexus и сларк это замена фэнка кстати что что-то читал про nexus а что ты там мозг у файф ему должно около 700 бак выкладывай теперь все-таки посмотрим альбом сафона сбегу на тренд протекторе чем играет на сф но фирнац кентаври ванрайнере и алоха дэнстерской врачи и инквизитор играет на сэфи ой извините меня на трагоге у меня вообще не просто ты меня посыл комментировать ладно как жить то после такого ну ладно в принципе ребят пола на принципе мы тоже видим да ухухуху держит блэд с трантомом и скаймагом мид сэфчик сложный естественно кентавр но и тут у сларк шекер или он вайпер мид и сложный фурион да все же будет сложно ладно ему стоять фурионом ну смотря как то есть сейчас в первую саппорту уйдут в лес делают отводы капать левел на фурион просто останется среди на 1 с террорблэйт ну хотя он там тоже может проиграть достаточно сильно ну то что террорблэйт он унижает немножко так ну и трэд нас забирает в руну баунти слушай кентавр то с инвизом бегает ну с инвизом кентавр бегает это довольно таки не очень хорошо опять же сларка он видит он вводит крипов он просто уберет и вводит крипов а лол ну тут его драдуха встретит у него ахекса он уже использован попинает его довольно неплохо отводить сделал немножечко ребята пропушит и сларк то бежит за ним могут ребята попробовать забрать но фира но чуть-чуть не хватает чего-то не хватает стана то есть если б был качан стан то скорее всего они могли бы его убить потому что и откатываю стана поменьше ну тут на виде небольшая развязка была тут у нас алохо дэнс получил фиссуру теперь решили ребята стоять на бой да против вайтера ну что-то типа ну что давай при немножко сильнее серфа на начальных стадиях ну ты это скажи алохо дэнс который просто сейчас будет закидывать по кдм смотри арт стайл ходит в чужих лесах его видят его видят еще не знает что он там еще не знает что он там но скрылся скрылся арсела может попробовать забрать ну и смотри фурион что фурион открыт от нас довольно-таки неплохо свою линию 3-1 счет нежели террблэйд пока что не особо фарм но фура ему дает лишнюю возможность выходит тренд дает семечко и арта все эти сорок не дает даже идти для продамажить фурион ну с хаймада не хватило ну с хаймад если уйдет с мида а он уже ушел с мида ну и видишь он уже ушел с мида и нексус его начинает пинать да и чоны уже очень трудно стоять против нексуса размеиваются ударами но все равно по хп больше не ходит в минусе чоме на топе кентавр кстати отправили в бой на базу эргеница у него есть ботинок то есть достаточно быстро произойдет надо быстрее вернется на лайн но суппорт у нас я смотрю опять же разбегается по миду то есть отставил к своему вайперу и можно будет попробовать забрать чоми то есть фисурка будет можно до концентрации и профукл свое счастье нексус мог забрать и откинулся еще койл амсф и причем неплохо так неплохо так откинулся по шейкеру довольно таки больно это получается но опять же есть коста и можно пробовать забирать того же нофира ману тратит стана не будет сларк в принципе уже третий уровень и плюс леон тут третий уровень есть то есть хикса со станом что там в куре летит в куре летит сапог для вайпера да и совсем привозят кстати боту частный раз сделать себе стак и пойдет дальше фармить на минт вот тут у нас еще есть капрос мак делает себе стаки я думал не себе конечно же и делаем но те же блайдов но делать такие вот уже хорошо и смотри да вин как красиво вводит крипов вот здесь сейчас он так всегда зафармит и уже почти мне все же интересно на ком фаба сделают мне кажется что это будет фаба на миде не знаю на ком но мне почему тут тоже кажется но фаба будет с участием шейкера в любом случае потому что фиссур должна закрывать так или иначе нежели это будет кентавр нежели это будет эсэф но кентавр сейчас мне кажется будет проще забрать он всего лишь до первого уровня лол ну так кентавр вообще не дают жить вот смотри здесь отводы делаются на второй большой спаун то есть дред очень грамотно пулит крипов не давая кентавру вообще никакой экспы просто стрелять его ни с чем ну и вот здесь надо пинать да эсэф делает себе еще один спаун очень много голды у нас с него вынесет да слушай а там не только эсэф вынесет но эти ружблэйд даже если это все достанется эсэф вот тут тоже неплохо то есть тут два тут четыре по четыре стака а эсэф в иском три три четыре стака просто прекрасно плюс руна регена валяется никто ее не хочет забирать можно потратить фиссурку и попинать немножечко еще шведов винда то есть ну боттл есть но во всяк случае он выживет у меня что-то в пати зовут долго ли мне мне очень долго у нас было три да ладно отлично фиссура от отстаива и мэтрис очень сильно получает по лицу и отходит я тоже подумал как бы он его не убил ну шейкер пошел как будто я счастье на кентаврии при этом должно получиться сразу потому что как я давно не видел эту надпись очевидцы получает призова пролитие первой крови она что когда-то когда-то не всплывает то есть не связь но часто говоря на некоторых я не видел такие вещи то есть может даже сколько там смотрят сейчас человек до тот п у него встреча сможет нас ну и получается шансы велики получить что-либо на очередной выход на сф фисунка есть второй уровень при этом имеет шейкеры и буду забирать скорее всего чем 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 напишаться вообще нравится при этом чем у нас только 5 уровень если бы у него был бы хотя бы что он мог как-то разрутиться и подраться при этом мог убить еще и арт стайла но пока что дред хорошо отыгрывать своей командой мне нравится да отлично но это был 3 и видимо у нас у кубера что-то случилось кто-то ему позвонил элиса возвращается на мид будет дальше подфармливать да мне так очень вовремя позвонили все хотят играть телефончик теперь сейчас по сути дела не должно меня теперь фонить трипла в миду третий уровень кентавра стампиды естественно не имеется но и мне кажется вайпер забирает тут просто бесполезно стик есть мека у него потихонечку вываривается и фонить мне не должно больше отлично просто отлично там по-моему по кд стрим так и хочет падать да услышал какой-то звук системы был план мне интересно что у нас у террор плейда 44 на 12 крипов 1000 голды имеется сапог также есть плюс сак вилочка но в принципе у него все хорошо что у нас там слаг параллельный идет импрессер стики щиток пт и 500 голды сверху но в принципе у него тоже все хорошо ну я с тобой согласен и налог опять на мид смещается и зафармин твис фауны и должен увидеть очень много голды сейчас сейчас можно купить себе пт прямо сразу идиот сейчас сижу и думаю когда у нас наконец-то уже аркана разыграется ребят попытайтесь участие заходим в группу кпс дота там у нас розыгрыш можете попытать счастье может быть его и выиграть условия протеста пить лайк репост в принципе как всегда и отправил получать по лицу при этом очень больно половин хп ему сразу же аллокаден вносит да учитываю что это первый аркан болт то ее боли до всяких закрывает его сразу диммейт и здесь должен играть слушали инкарморт кидает пистан уже не отпускает и на то и вышка будет спушиваться еще может прилететь фуриол у него как раз репорта он может прилететь и допушить вышку сто процентов даже если сейчас альбомсы нажмут влив холорей здесь правильно делают потому что они понимают что тут есть опять же ЕСФ есть РВ которые будут создавать жить после я так не выдержу это собирает себе радик вполне возможно что это снова медас то есть он думаешь может быть купил себе ботинок чтобы просто жить и ну смотри в предыдущей игре у нас был радианс по моему он шел в лес с медасом потом купил себе радианс то есть он он охарил себе медасу минутик 12 пошел в фарминг вайпер убивает коверсмага и никуда он не убивает шейкер убивает но и тут коверсмаг где-то летал улетает на базу вайпер все-таки добивает сф еще с разворота только плевочек давим подлетает и убивает таранта ну в общем в хаврайзерсе все стянулись миты и просто сейчас пушит его ну слушай ребята молодцы 1-5 счет и по графику точнее по исходу бой набор часами потому что они работают точно и теперь всего умрет пусть фарк да не отпускает фарк дабл скилл он убил на миде трепортнулся сделал второй килл но и при этом на миду ребята пушат вышку и скорее всего она будут падать будет падать и наверху я смотрю ее так же нет так пора ребята выходить не знаю как это добить может вышку но они по моему вайпер опять же никуда не ходит ой 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 палец так как влетел довольно таки больно от леона скаймак только пришел опять справляется ну ну так у кого то я видел мидас мидас у сф есть мидас давай взглянем что у нас вообще по графикам аж там за 3000 икс пы и за 3000 голды у хаврайзерс все прекрасно для десятой минуты мне то что кажется смотри тренд подкидывает хил на первую вышечку и вышка никуда не упадет он сейчас все до конца отхилит за пару минут и если что он не подпустит крипов на мид все будет отлично ну подожди подожди сейчас прилетит фурион кстати фурион с фейзами и так же софармить себе мидас он может без проблем подойти и наконец-то скушать но когда ты играешь против трэнта это надо так делать ты ошибаешься это дайвинов в той игре мы тоже думали что он купит себе мидас но это был майлд шторм да да первым айтелом и обманит нас всех ну и мекка у вайпера появляется ой ourselves dd на тапик стережит баунтеру на вот артал ну еще фону я взял и тд забрал и баунтеру не забрал все забрался кенталер 5 уровень штампида еще нет так что врываться особо нечем но при этом опять же если будет какой-то там пить шейкер дает фиссуры лифа дает стан и весь врыв будет нас марку по сути дела на мид прилетает фурион и это будет пуш вышки глифа к сожалению нет планируется но двух вышек и ждет вот так так да и на топе инвизитор пошел фармить на топе мне будет интересно все же на дота 2 лаунж нас кто-то смотрит там лагаем точнее не падает у нас еще и не падает сейчас показывается что 13 человек а ну видимо он только что упал я просто жду не дождусь когда у арт стайла будет уже 6 уровень когда у него будет эхо слэм он будет врываться особенно если у тиржблэда очень много копий как минимум видимо 2 и плюс скрипами можно неплохо драться улетел на топ дефать и ребята за альбомсов отошли не стали типушить ну смотри у нас тут еще есть ларк то есть ларк еще мой диплокасло убивать конец эфиром парк промазал и больно больно удар пока у него еще есть если кому то есть прыжок то есть можно попробовать да убить шагер чуть-чуть не подопивает ладно там вроде бы не убили но опять же у нас забрал вышку и при этом опять же по голде у ребят 5000 преимущество 5000 617 счет неплохо было бы риба набирается линкар море видит спокойно уходит убирать не стало не подсказывать что у чужих проблем у нас не куда не уходит на больно больно получается но он ставил по лицу свое также выхватил сларк смотри какой просто наглый сларк бежит на трон там уже чуть ли не по за два и убивает просто прекрасная игра плата да у начнут уже говорит он стар у меня вообще узкой язычный сейчас все-таки озвучку спорта линда понравились ну я придерженец классе играем на дефолтах ну ну стоит попробовать удалить себя тоже можно так ну у нас какой-то затишный так у нас сильно крепость ушли кстати и прям может полететь туда все-таки это медас он у нас опять обманул нет он обманул тебя то есть я говорил что это будет медас вот потом уже может быть что-то добудет станки появляются убивают бедного шейкера у шейкера нету трейнгтайкера до сих пор но по-моему мокинтавр никуда отсюда не уходит фурион есть через минут секунду телепорта и можно в принципе с прутами закрыть при этом есть сларк и неексус киннинг спри убивают нас чем их в соло причем то есть ряд рядышком отряд получила все и на эфир умирает также умирает на эфир ну да 2.12 слушай саша и яша уже появляется очень много очень много ну 8.700 практически у него отворца 8.700 7.200 у вайтера и 5.700 ху шедухинт опять у меня по-моему сетемные звуки запись продолжается а это не очень хорошо но при этом ты его поймали может он умирать но тренд протектор является также будет скорее всего в таверну ману высасывает и есть кентавр стопида нет ох туда бы фисурку еще одну но вайпер то наперерез идет к нему мэккельс вообще тоже нагло идет по т2 вышку он правильно делает потому что сейчас они встретят кентавра кентавр макс его что сделает на блэйдж прожмет и естественно нофья у нас будет умирать при этом опять же телефон туда летит скарс мак шторы нету и что он в принципе ничего сейчас не сделает ну подожди у нас нет ума на мекку и в принципе его можно убить фиг фиг ой и сларк просто сларк убивает уже огонь 701 у него 101 крипты это очень показатель для как телефон на боте а также пушка вышка прилетает сюда фрион бренд ставит такой незаврядный вард на хай граунд как он ему поможет приходит фарк 1 и 5 очень нагло играет и битнум есть крикса наверное нет а стомбит сам посадку и дарпак на себе его сбивает почему-то у людей мания когда у меня идет стрим мне надо позвонить либо на на машине либо на сотовой либо просто написать биг написал гг да биг напишет клуб гейн и их коннектится все первая игра закончилась за 16 минут ну слушай довольно таки быстро у нас игра но я думаю у нас не будет игры в одни ворота 2-0 во всяком случае если все же хэлрайдер у нас выигрывает то там просто неплохой довольно текущ ребята с дуба всего лишь 31 парня на хэлрайдер ставили ну и мы переходим ко второй игре ребята да сейчас прям начнется или у нас будет перерыв нет у нас по сути дела команда опять же собирается и сразу же начинаем катать вы вы